Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Алексей и сегодня вашему вниманию бы хотел представить свое новое видео, видео по игре Евротрак Симулятор 2. На этот раз у нас снова возвращаются обзоры модов для данной игры в связи с тем, что вышел мультиплеер, немножко я отвлекся от этой темы обзоров и все-таки погрузился в мультиплеер и пропустил несколько довольно-таки отличных грузовиков, на которые стоит посмотреть. Но сегодня одним из них у нас будет International Eagle 9300, то есть это один из классических грузовиков для игры Евротрак Симулятор 2, классических американских грузовиков. Выходит Америки довольно-таки мало для игры и недовольно часто это все дело у нас появляется, но если выходят моды, то в принципе они все в довольно приличном качестве, то есть авторы конвертера стараются все это делать на высоком уровне. Как только могут. Ну что ж, давайте посмотрим, что представляет из себя данный грузовик, то есть он покупается в автосалоне DAV, тестируется это все на версии 1.9.24.1S, то есть стимовская версия лицензионная. И это одна кабина у нас, то есть вот такая, которая представлена здесь. Одно шасси 6х4, которое выполнено довольно неплохо, то есть составляющие у нас здесь части в основном только, ну, бак, естественно, хромированный, тут какой-то у нас ящик под инструменты. Лестница для того, чтобы забраться сюда и подключить все эти провода к трейлеру, да, ну, это в принципе невозможно у нас здесь в игре сделать. Ну и в принципе никаких основных таких других изменений я здесь не вижу, то есть, ну, шасси есть шасси. Двигатели, то есть здесь довольно-таки интересный набор. Здесь у нас есть движки Каменцы, Катерпиллеры и один есть у нас Детройт Дизель на 600 лошадиных сил. Ну и один какой-то стандартный, это, видимо, с Вольво, скорее всего, его сняли. Ну, давайте поставим Детройт Дизель. По коробкам просто берем самую дорогую салон у данной модели, ну, можно сказать, что свой, то есть, да, выглядит он довольно неплохо, то есть в магазине мы пока что не можем посмотреть спальник, что у нас там находится. Ну, в принципе, можно оглянуться по салону здесь пока что, в автосалоне, то есть, как мы это все это дело покупаем. Ну, текстуры довольно неплохие, то есть, есть рычаг переключения передач, педали присутствуют, анимацию и все это дело, навигатор и бортовой компьютер мы это проверим уже в самой игре. Зеркала, в принципе, показывают все корректно, то есть, все в них видно. Ну и давайте, наверное, переключимся на покраску. То есть, машина у нас красится в любой, абсолютно в любой цвет, который присутствует в игре. Ну, я не знаю, давайте сделаем такой голубой. Что касается тюнинга, здесь есть небольшой тюнинг, то есть, есть у нас одни колеса, называются они American 1, то есть, они у нас приклеены к данному моду, ровно как передние, так и задние колеса. Ну, выглядит также довольно неплохо. Дальше, что касается кенгурятника, у нас здесь три кенгурятника, вот такой хромированный. Ну, покрашенный в цвет кузова, либо просто черный. То есть, дополнительно сюда вы можете установить какие-то фонарики и всякую дребедень, которые у вас вообще есть, там, с каких-либо паков с модами, да, дополнительными, там, огонечки, всякие флайера, там, ленты какие-то, какие хотите, в общем, все это сюда у нас дело лепится. Чуть выше у нас расположены дополнительные зеркала, то есть, я не перестаю повторять то, что данные зеркала очень полезная вещь на Америке, да, то есть, они, ну, действительно, по-настоящему помогают нам в маневрировании, в управлении данным грузовиком. Зеркала у нас одни хромированные, чуть выше у нас расположен слот под установку маяка, ну, а здесь у нас есть возможность установить вот таких три интересных довольно-таки спойлера, да. Спойлер 2, здесь у нас также присутствуют дополнительные слоты под установку тоже всякой билиберды, которая присутствует в виде любого мода, ну, я не знаю, можно вообще, наверное, убрать, в принципе, и так выглядеть довольно недурственно. Тюнинга салона здесь как такового нет, за исключением только вот, что установки зеркал, да, то есть, мы их можем установить, снять, установить, ну, в принципе, показывают они тоже довольно недурственно. Можно сказать, что в автосалоне обзор у нас закончен, то есть, сейчас я приобрету данный грузовик, и мы, собственно, посмотрим на него уже, собственно, в самой игре. Ну, так вот, друзья, мы снова очутились на улице, давайте посмотрим на наш грузовик, как сказать, снаружи в игре. Как вы видите, у нас добавляется номер, обычный дефолтный номер добавляется на бампер, и, соответственно, он дублируется сзади на крыле. Давайте посмотрим на салон, то есть, как это дело у нас все выглядит, как здесь падает тень. Единственное, что меня начало отпугивать, это, ну, все-таки текстуры немножко в таком низком, скорее всего, разрешении, да, то есть, текстура самой обивки, то есть, она смотрится просто какой-то однородной, нет никаких выпуклостей, ничего подобного, то есть, ну, просто какая-то сплошниковая монолитная текстура. Это только и отталкивает. Дальше, давайте посмотрим, послушаем звуки двигателя, то есть, как это у нас дело все работает. И сейчас вы наблюдаете один из минусов патча 1.9. То есть, это довольно-таки сильная раскачка кабины. Ну, и давайте подудим. Дальше. Здесь есть такой необычный баг, достаточно. Давайте встанем вот так, включим ночь, и будем смотреть на то, как у нас горят фары. То есть, сами по себе они вообще не горят, то есть, я не знаю, почему так было сделано, почему так это было все оставлено. То есть, вот эти оранжевые огни, они горят постоянно. То есть, сейчас у меня индикация никакая не включена, как вы видите, да, все абсолютно выключено. Это все дело у нас так и остается гореть. Мы нажимаем включить ближний свет фары. Естественно, с салона у нас все это дело здесь включается, все подсвечивается. Соответственно, все впереди, свет есть. Нажимаем еще раз, то есть, включаем ближний свет. Естественно, становится ярче. Так, у меня на дальнем стоял. Ну, фары, как видите, вообще как-то странно горят. Давайте включим дальний. То есть, ну, я не знаю, не за текстурю, но то есть, как-то это все дело. И нет, скорее всего, даже думесов на свет. Ну, а сзади, в принципе, индикации также нет. То есть, ну, как просто идет свет от какого-то основного и все. То есть, здесь тоже каким-то образом это все дублируется. Ну, в общем, со светом здесь какие-то непонятки явные. Дворники также снаружи у нас не работают. Работают они зато в салоне. То есть, можно даже, я не знаю, если получится у нас проверить, будут ли они у нас вытирать стекло. Да, стекло они у нас вытирают. То есть, с этим, в принципе, проблем никаких у нас нет. Ну, а так, если подвести какую-то общую черту, да, то есть, ну, мод довольно неплохой. То есть, все-таки любителям Америки его стоит скачать, стоит на него покататься. Ну, вот единственное, что отталкивает вот такие баги, как некорректно работающие фары с внешки. То есть, хочется сделать какой-то эффектный скриншот, но, увы, он таким у нас не получится. Ну, и что еще здесь из минусов? Это сильно блестят колеса. То есть, все-таки следовало бы сделать их немножечко матовыми, можно если так выразиться, да. То есть, ну, колеса, на самом деле, так не блестят, я думаю, ни одной машины. Ну, и, в принципе, мод довольно неплохой. То есть, еще раз повторюсь, что любителям Америки стоит обратить на него внимание. Машина довольно неплохая. То есть, International, чисто американец. Ну, я надеюсь, вам понравилось данное видео. Если вы считаете так же, то поставьте ему, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Поделитесь данным видео со своими друзьями. Ну, а на этом все. С вами был я, Алексей. Желаем всем хорошего настроения. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok